Всем привет дорогие друзья, мы продолжаем наше прохождение Тургор. Сегодня, друзья, мы ожидаем начала новой главы. У нас остается буквально один цикл до ее начала, а пока что мы доисследуем покои Уты. У нас здесь остался еще один, друзья, крайне интересный заповедник. Давайте для начала проверим цвета, которые у нас здесь содержатся вообще. А сейчас мы должны ориентироваться на имму, поэтому мы будем проращивать лазурь. Сейчас активно. И, конечно же, пурпур, так как у нас его много, мы будем проращивать для нашей элли и еще, возможно, для юны. Но не уверен то, что мы к ней зайдем, попадем вообще. Не знаю точно. А хотя, так, столько много-то я, наверное, не буду сейчас растить, потому что постепенно как-то буду проращивать. Такс, и возьмем, конечно же, лазури больше. Вообще всю прорастим максимально. Вот так вот, друзья. А что еще? Что еще? В принципе, сирени тоже сейчас нам не нужно. Мы не собираемся выращивать какие-либо деревья, да, поэтому тоже ее потихоньку проращиваем. Единственное, что сейчас плохо у нас опять мало янтаря. Ну вот всю игру вот янтарь просто не выпадает. Вот мне нужен сейчас... Ну и зубруда мало, да, у нас вообще нету практически его. Вот как-то не везет нам. Ладно, так, давайте отправимся в заповедник. Заповедник называется Ящер, друзья. И, конечно же, название говорит уже само за себя. Там, друзья, скрывается один из трех рейдовых боссов здесь в игре. Есть и такие, то есть кроме братьев есть и обычные. Такс... О, янтарь! Ну там он родился, но там не очень. Так, а тут у нас лазурь родилась. Блин, как-то, как-то не очень все родилось-то у нас. Вообще ничего фактически не родилось. Ну ладно, так, сохраняемся, друзья. Так как рейдовый босс может легко убить нас. Убивать мы, друзья, его не будем, потому что в этом нет смысла. Вы потратите гораздо больше цвета на его убийство, нежели потом, возможно, получите с него. Поэтому легче, друзья, просто нам выполнить сегодня свою работу и уйти. Так, возможно, сейчас мы посмотрим на этого босса. Главное, чтобы вот эти вот... Ух ты, сколько вас тут скачет-то! Так, нужно тогда торопиться. Много вас тут. Так, 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 падаем. Вот он, друзья, вот он. К сожалению, я пока что вам... А в полной красоте его не могу показать. Мне нужно следить, чтобы вот эти здесь... Недородки меня не сбили случайно по пути. Вот он, друзья, ящер. А понимаете, в голосе цвета есть смысл его убивать, потому что за его убийство в голосе цвета дают сердца. За всех рейдовых боссов дают сердца. Поэтому там есть смысл. Но здесь, друзья, смысла нету. То есть вы действительно потратите очень много цвета на их убийство, но... Ну, возможно, вы его полностью восстановите. Но мы просто возьмем сейчас сердце и уйдем. Так, пульс. Символ взрастит небольшой маяк, оживляя мертвые корни. Маяк будет с силой отталкивать от себя плотные и твердые предметы. Чем больше цвета вложено в голема, тем более массивные предметы и с большей силой он сможет отбросить. Это, друзья, самый важный знак при борьбе с ямой. Он очень сильно помогает. Ну, как яма, один из самых, я считаю, таких очень опасных братьев. Ну, я на него очень много сил в свое время потратил. То есть, на самом деле, если есть пульс, то яму легко завалить. Вот именно с этим вот знаком. Так как он там отталкивает у него снаряды его. Единственное, что цвета нужно достаточно много, чтобы, как бы, постоянно вот этот знак, пульс поддерживать. И чтобы, конечно же, убивать яму. А вот с этим знаком действительно становится легко. И, конечно, мы сразу же скидываемся вниз, чтобы нас ящер не сожрал. Возможно, потом, друзья, завалим. Но, говорю, видите, тут можно увидеть, о, сколько цвета, да, сколько цвета. Но, на самом деле, здесь, как бы, фактически столько же вы затратите на его убийство. Такс, чем мы займемся, друзья? Ну, сейчас ориентируемся на Иму. Но я не хочу, друзья, начинать сейчас с Имы, потому что жонглер, да, у нас в покоях. Он разозлится, скорее всего. Поэтому я хочу дождаться вот окончания этой главы. И начать разговаривать с Имой. Еще нам нужна Ире. Но вот нету янтаря. Вот у нее янтарь и золото, да, вообще не то. Не то совершенно. Поэтому отправляемся, просто собираемся, что можно. Хотя ничего и не родилось. Только вот здесь вот что-то. Ладно, посмотрим. Возможно, Келли зайдем, ее накормим. Так, ух ты, а это кто у нас, друзья? Это, походу, друзья, у нас Эхо идет. Тогда познакомимся сегодня с еще одной сестрой. С Эхо. Посмотрим, что она нам расскажет. Здравствуй, гость. Мы бы хотели устроить тебе достойную встречу. Но видишь, мы скованы голодом. Как тебя приняли, братья? Наверное, они отнеслись к тебе с подозрением. И теперь испытают тебя на верность. Самый лучший способ подтвердить свою верность – это выдать им нас. Мы преступницы, приговоренные к смертной казни. Пока они были в отлучке, нам удалось бежать. Мы надеялись исполнить все, что задумали, пока они не вернутся. Но мы не успели. И наша последняя надежда – ты, гость. Ты же нам поможешь? Это потребует от тебя одного ужасно трудного поступка. Но мы верим в твою отвагу и мудрость. Пожалуйста, помоги нам. Ну, вы заметили небольшую, да, такую странность в ее общении. Вообще, она вам рассказала то, что я вам вчера рассказывал. То есть, они совершили какой-то поступок злостный, который рассердил братьев. И теперь они оторвались от покоев и вынуждены скрываться от своих братьев, иначе они их казнят. Вообще, Эхо – такой очень сложный персонаж. У нее одно из самых сложных смешений цветов – это серебро и это сирень. Она даже сама говорит, и сестры это утверждают, что одновременно она и мудрая, и безумная. То есть, серебро дает ей мечту, да, а сирень дает ей тайну. Как она сама вам расскажет, если вы будете больше с ней общаться, то что вот у нее немножечко идет расхождение между мыслями и ее сердцем. То есть, в ее мыслях живет там вот как раз таки серебро, а в сердце сирень. И это вот как раз таки дает ей вот такое расхождение ее характеров, то есть между безумием и мудростью. Сама же она олицетворяет природу снов, вот существование в этом сне. Но, с другой стороны, таинство, то что не каждый туда сможет проникнуть в эту природу снов. Вот такая вот очень сложная сестра, и с ней нужно действительно очень много разбираться. Так, а мы что делаем? А мы, друзья, не знаю, что мы делаем сейчас. Наверное, собираем остатки по промежутку и выращиваем остальные цвета. То есть, других-то предложений у меня особых и нету для вас. Вот. Возможно, стоит прорастить еще золото, которое у нас там оставалось. 60, по-моему, единиц. А, ну мы и забрать сможем, да? А нет, не сможем. Давайте еще немножко золота я проращу, заберу там последние остатки из наших садов. И возьмем пурпура там побольше. Это сейчас все мы прорастим. Накормим Элли. Ну, мало видели. Родилось цвет, вообще практически не родилось ничего. То есть, опять нам не очень-то сильно и повезло с этим. Так, хватит, я думаю. Так. Одно дерево тут осталось. Даже не знаю, может вырастить что-нибудь. Может и не вырастить. А, вроде у нас тут цветы, друзья, оставались какие-то. Помните, я оставлял здесь немножечко цвета. Вон я вижу. Соберем вначале их. Ух ты, как мне нравится так быстро ходить. Вообще, когда лазури много. Вы вообще в конце игры, скорее всего, увидите. А, 37 всего скорость. Да, что-то я. Это просто в садах, кстати. Вот это еще одна особенность. В садах, по-моему, персонаж быстрее ходит. Вообще, когда вы поставите себе стопроцентное. Ну, это уже ближе будет к тургору. То есть, там скорость стопроцентная. Ты так носишься по всем этим локациям. Вообще, просто мгновенно их пересекаешь. Так классно. Так, вот здесь вот, друзья, у нас 150. Сейчас вроде еще тут какие-то у нас ростки были. Да, вот. Так, тут, видимо, все. Да, у нас тут конец всему. Так, и что? Что у нас получается? Не те кнопки жму. Ну, ничего и не получается, в принципе. Собираем тогда, сколько здесь пурпура нужно нам. А следующая, друзья, цель вообще такая. Дождаться новой главы и собирать знаки для расчистки жил. Так, давай, давай, 41. Ну, этот запас вообще будет прям на крайняк, так сказать. И здесь золото вроде у нас немножечко оставалось. Да, 61. То есть собираем все. Все, делать нам тут, в принципе, больше нечего. Ладно, 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 так надеялся на янтарь, но ничего не получилось. Ага. Так, это все сюда давай. А что делаем, друзья, дальше? Дальше ждем окончания этого цикла. Так, нет. Ускоряем. Какое странное существо. Что это? Кто она такая? Хм, это точно Оли с нами говорит. Теперь я понял, да, это 100% Оли с нами говорит. О каком-то существе непонятном. Возможно, сегодня мы увидим то самое существо непонятное, которым она говорит. Так-с. И отправляемся куда? В бастион-рудник? Ну, там, скорее, друзья, всего у нас будут сплошные эти... Сплошные жилы, так что даже, я даже не знаю, заходить, наверное, даже не стоит туда. Давайте зайдем к Элли. Я ее накормлю снова, друзья. Так, что тут? Сирене мало осталось. Каждый раз отвлекаюсь. Так, хватит, наверное, нам? Да хватит, наверное, Пурпура там. В принципе, не очень много. Остальной Пурпур прорастим, опять же. Так, и лазури у нас мало довольно. Довольно-таки мало. Элли, привет, как ты? Ничего, скоро я начну тебя кормить уже. Потому что Элли сейчас открывает нам проход к Яне, а к Яне нам сейчас вообще вот не нужно никак. К тому же, там у нее брат надзиратель, а у нас оружия пока что против надзирателя-то и нету. Особо сражаться с надзирателем тоже непросто. Нужен тоже определенный знак для упрощения жизни. Так что пока что не будем. Так, привет. Так, сейчас я тебя накачаю. Так, все окей. Главное, при всех вот этих цветах, да, серебро и пурпур, у нее зеленые глаза. Интересно. Так, вот, смотри. Видите, немножко отнял у нас он. Ну, вот мы сейчас вот так вот вкачаем. А, ну этот ролик вы, друзья, уже видели. То есть повторяется. Спасибо, парень. А, это она, друзья, то же самое рассказывает. Да. Ну, это вы тоже слышали, да? Если... Ты создаешь, превращаешь мертвое в живое, серое в цветное, пустоту в полотно. Ты творишь. Я всегда восхищалась создателями, мастерами. Вот чего здесь не хватает. Знаешь, отчего тут так худо? Голод ерунда. Можно потерпеть. А если не остается сил терпеть, и умереть не жалко. А вот то, что нам запрещено преображать цвет – мука. Мы, сестры, не умеем рисовать. Лучше бы пусть не было ног, лучше пусть не будет глаз или губ. Только дайте нам такие сердца, как у тебя. Но это здесь мы рисовать не можем. Мятежное откровение говорит, что там сможем. Но по мне, кто не может творить в аду, тот и в раю не научится. Вон, посмотри на братьев. Так что странно мне все это. Что довольно странно. Как раз таки Элли, она будет больше всего рассказывать информации насчет того, как прорваться вам в верхний предел. То есть, видимо, она довольно долго этим занималась. Вообще пыталась всегда прорваться. Поэтому больше всего информации вы как раз таки у нее можете получить насчет верхнего предела. И она назвала одно откровенное или мятежное, по-моему, учение. Вообще сегодня, друзья, стоит вам уже рассказать историю основного мира. Потому что разработчики довольно долго ждут с этой историей. Вообще хотел, друзья, еще кое-что показать. Одну пасхалку. То есть, вот этот дирижабль. На котором FIPL0ND написано. То есть, это еще одна пасхалка. ISPKLODGE, да, IPL, это у нас. ND, это новый диск, издатель. То есть, тоже небольшая такая пасхалочка. Ладно, все, ее накормили, да, все окей. И теперь, друзья, давайте побыстрее немножечко, да, ускоримся. А то как-то я так, ну, знаете, медитативно прохожу, да. Скучновато, но что поделать, друзья, игра такая. Вот, дождемся новой главы. Пора уже. Посмотрим, что там выпадет из цветов нам. А, ну да, пурпур, там мне некуда вкладывать-то. Ай-яй-яй, ладно, сюда вложи пока что. Там что-то не хочет он вкладывать. А стоит зайти вообще в наш сад, там защитить его. Так, ну сейчас уже начнется скоро. А, да, зайду после того, как закончится, потому что там наверняка будут эти чертовые, эти недороды. Кстати, по-моему, брат один ушел. А, нет, вон они вдвоем там что-то делают. Я не хочу знать, что они там делают. Ну ладно. Так, давайте здесь подождем, просто уже делать нечего. Серьезно, вот. Делать нечего, как ни странно. Так, вы что-то сюда обе пришли. Так, что-то проросло у нас. Так, отлично. Так, лазурь мне нужна. Изумруд хотел сказать. Так. Ой, все. Слишком много уже пурпура. Так, ну все-все. Ты уже не успеешь. Есть! Ура! Так. О, изумруд. Ну, янтарь. Ну, янтарь. Ну, янтарь. Ну, янтарь. Зачем мне изумруд-то сейчас? Вообще. Ой, новый брат, друзья, сделайте потише, скорее всего, сейчас. А, нет. Это, друзья, не брат. Да, точно. Потому что, братья, знаете, с таким грохотом приходят. Да, это, друзья, не брат. Это, друзья, мы попадаем в своих снах в верхний предел. Сегодня мы увидим, друзья, с вами верхний предел. Немножко расскажу вам о нем. Так, ну вообще, конечно же, сразу же, что можно, друзья, заметить? Верхний предел, он очень похож на наш мир. То есть, здесь столько же цвета. То есть, видите, иной раз, друзья, даже не замечаешь, насколько все-таки цветной наш мир. После игры так заходишь. А, хочу показать вам еще одну пасхалку, да? Никакие баки вам это не напоминает? Из Мор Утопии. Иной раз, вот, после игры заходишь в верхний предел и думаешь, действительно, все-таки, насколько он цветной, в отличие от того мира. И вообще, вот эта девушка крайне интересная, друзья. Вот этот образ, силуэт этой девушки, она называется, друзья, находка. И как раз-таки здесь скрыт тот самый философский замысел игры, который часто игроки упускают. То есть, связан он с этим вот верхним пределом. На самом деле, друзья, существует две теории в игре. Первая называется, это теория вертикали и пределов. Вторая, это теория души. О них мы, скорее всего, друзья, поговорим гораздо ближе к концу игры, когда вы будете более четко понимать, что здесь происходит. Кто вот этот, вот, силуэт этой девушки, так называемой находки. Нам еще сестры очень много расскажут. Это, кстати, друзья, еще одна пасхалка. Не знаю точно на что. По-моему, там раньше говорилось на что, но вот точно не помню. То ли от одного из разработчиков, то ли от одного из издателей пасхалка. Вот, друзья, разве не шикарен этот мир полный цвета? И вот сюда как раз-таки, друзья, и стремятся сестры. Ну и пока что нам просто вот показали этот верхний красивейший предел. Совершенно обычный наш мир, но с другой стороны такой цветной и такой теплый и приятный. Ладно, давайте спускаться вниз. И наступает, друзья, у нас новая глава. Это праздник. Если кто-то из братьев совершает оплошность, он сам и осуществит свое наказание. Он падает обратно, в ледяные глубины, из которых когда-то сумел подняться. Там он снова пройдет искус бесконечной тоской, равнодушием, дремой, отчаянием и пустотой. И если преодолеет его даже после падения, он вновь поднимается в промежуток, в силе и славе. Никто не бросит ему ни слова укора. Братья встретят его с гордостью и радостью. И воздадут ему еще больше почета, чем прежде. И будет праздник, и он вернет все на круги своя. И восстановит нарушенный мир. Вот сейчас, друзья, сделайте потише, потому что, скорее всего, сейчас братья будут приходить. Так, и кто это, друзья? И, друзья, это самый основной брат для нас. Это, друзья, Мангольфьер. Основной персонаж истории, так сказать, которая будет нам рассказана. Так, еще один брат, друзья. Это у нас Яма. Про него как раз-таки я уже не раз говорил, да? Один из самых сложных братьев. Брат Айи. Сейчас преступная мятежница. Так, кто-то еще? Триумфатор. Брат Ире. Самый легкий брат для сражений. Если он вам попался, радуйтесь. Потому что это самый легкий брат. Его здесь практически не видно. Вот, такс. И здесь, друзья, приходят также и остальные братья, которых нам не показали. Вот Богомол снова приходит. Там, кто тут? Это Мангольфьер у нас. Яма. Триумфатор. Вот Китобоид пришел. Его нам не показали просто. Так. И начинается, друзья, новая глава. Конечно же, праздник. Так. А что выросло у нас в празднике-то? Непонятно мне. А, вот в свиточках заповедники что-то. Такс. И тут больше ничего. Так. И, конечно же, сразу же, господи, сколько братьев. Уходите отсюда все. Но на самом деле, друзья, не все так страшно. Так. Я сохранился, да? Вроде бы. Для начала мы отправимся, наверное, в наши покои. Там посмотрим, что там нужно собрать нам. Что-то у нас тут проросло вроде бы. Так. И, друзья, изначально можно подумать, что праздник учредили в нашу честь. То есть, помните, нам Богомол рассказывал то, что мы вознесемся, нас принят в ихнюю группу приближенных, и мы сможем там наравне с ними, в общем-то. Но потом выясняется, скорее всего, что это не вовсе не в нашу честь устроили праздник, а совершенно в честь другого персонажа здесь. Так. Ух ты, сколько изумруда-то. Да, вот хотел изумруд, получил изумруд, называется. Ух ты, у нас и деревья проросли уже. 329, друзья. Я думал, где-то 250. Нет, они дают еще больше, оказывается, цвета. 329. Офигеть. Да. Куча, куча цвета. Ура. Так, это значит, друзья, знаете что? Это значит, мы активно занимаемся сейчас кормлением иммы. Почему сейчас, друзья, я выбрал именно этот момент? Ну, для этого нам нужно выйти в промежуток, чтобы я вам показал, в принципе, почему. Сейчас, друзья, ловушку не обязательно наполнять. Братья сейчас совершенно за вами не будут гоняться. Опять же, объясню сейчас, почему. Ты даешь слишком мало цвета. Так, ну почему же мало-то? Ты смотри, сколько цвета-то. Ты даешь слишком мало цвета. Нет, золото даже не хочу тратить, ладно. Ты даешь слишком мало цвета. Так, светлячки, половить вас, что ли? И что у вас вообще, наверное, будет? Наверное, у вас что-то непонятное будет. Так, один... Эй, эй, эй. Давайте быстрее, пока цвет не испарился. Ну же, парни. Что-то не хотят идти. Эй, по-моему, у меня испарился он уже. Так, ага, 63. Обалдеть было. Тогда придется еще пурбура проращивать. Так, лазури хватит вроде бы. А так, ну, по-моему, больше не прорастет, поэтому лазури я соберу немножечко. И янтаря тогда. Так, хватит, наверное. Так, брррр, запутался. В четырех стенах я. Так, это мы собрали, да? Давайте еще. Этого мы соберем. Так, шикарно. Наверное. Хватит и янтарь еще. Так, где я прорастил янтарь-то у нас? Бррр. Такс, 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 такс. Где-то он был у нас точно. Так, сирень. Янтарь-то где? Бррр, где он? Где у нас я... А, вот он. Ох ты, тут еще у нас пурбур. Так, а, ну и у нас, друзья, мало времени остается. Тогда я выйдем в промежуток, посмотрим вообще, что творится-то. Вообще, что происходит сегодня у нас. Что за праздник, друзья? В чью честь устроили этот праздник? А в следующей серии я вам расскажу одну историю, скорее всего. Такс, хватит, наверное, там янтаря-то. Да, хватит. Так, ну сразу же все это заливаем янтарем, метаболизмом нашим. А праздник, друзья, устроили вовсе не в нашу честь, а в честь одного брата, который вознесся, друзья. Этот, как раз-таки вы его уже видели, это Монгольфьер. В честь него сегодня устраивается праздник. Историю, опять же, нам все еще не рассказывают. В этой главе вообще практически не будет диалогов. Но, братья сегодня, друзья, празднуют еще один случай. Это рождение новой сестры, это как раз-таки рождение Оли. И как раз-таки сегодня все братья собираются, ну у них там пати будет. То есть, они будут делить сестру, кому достанется новая рожденная сестра. И плюс отмечать восхождение нового брата, это Монгольфьера. Для нас эта глава также праздник, потому что здесь братья не будут опустошать ваши покои. То есть, они вообще не будут обращать на вас внимания никакого. Они будут здесь вот тусоваться и все. И также, по-моему, они не будут обращать внимания на то, что мы кормим сестер. То есть, как будто бы их сейчас вообще нету в этом промежутке. Они где-то там в своем кошмаре бродят. Для нас эта глава определенный праздник. Мы можем спокойно ходить, собирать весь цвет, кормить всех сестер. И готовиться к следующей главе, которая для нас будет довольно тяжелая. Так, что мы делаем? Кимми сегодня, скорее всего, друзья, уже не пойдем. То есть, мало времени у нас осталось довольно. То есть, вообще, стоило бы закончить пока что на этом серию. Сегодня такая, друзья, да, медитативная получилась серия. Ну, ладно. Ничего. Собираем все это. Сейчас много цвета нужно нам. Так, янтарь я не буду пока что трогать. Янтарь тоже весь прорастим. Он нам понадобится. Ладно, друзья, на этом все. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Теслер. Увидимся в следующей серии. Видите, вот они все собираются. Коли идут делить новую рожденную сестру. Но нас, к сожалению, друзья, на этот праздник не пригласили. Поэтому посмотрим. Всем спасибо, кто смотрел. Увидимся.